Всем добрый день! Сегодня я подскажу про аптечное средство, которое можно использовать вместо солнцезащитного крема. Но с большой оговоркой. Дело в том, что аптечных препаратов с SPF-фактором пока что на данный момент в природе не существует. И желательно не экспериментировать, а все же купить специальную косметику с SPF-фактором 10, 15, 20, 25, 30, 35 именно под свой цветотип, под свой тип кожи. Но тем не менее, бывают в жизни такие ситуации, когда вы забыли, не купили или оказались в таких условиях, например, ушли куда-то в поход или поехали на дачу и здесь изволили пропахать свой огород, обгорели и вспомнили, что надо же было кожу защищать. Поэтому берите себе на будущее и берите себе вообще на вооружение, что помочь защитить нашу кожу от солнца нам может по большому счету лишь одна аптечная мазь. Это цинковая мазь, поскольку сам оксид цинка, он является физическим фильтром от ультрафиолета. Если вы покупаете специализированную косметику, где скомбинированы физические фильтры, химические фильтры, вы очень часто в составе можете прочитать, что в составе солнцезащитной косметики находится оксид цинка. Поэтому альтернативой, аптечной альтернативой солнцезащитной косметики для нас является цинковая мазь. И перед тем, как выйти в следующий раз, пахать свой огород. И кстати, даже если вы обгорели, цинковая мазь вам тоже здесь поможет, поскольку она сглаживает негативное воздействие ультрафиолета. Цинковая мазь является дерматопротекторным, то есть защищающим нашу кожу. И одно из прямых назначений цинковой мази это фотодерматиты. То есть она не дает фотодерматитам развиваться, то есть аллергической реакции на солнце, особенно по типу крапивницы. Это первый момент. И второй момент, что если мы все-таки обгорели и у нас уже есть эта аллергическая реакция на солнце, то цинковая мазь помогает нам быстрее заживить свою кожу. Единственный минус у цинковой мази, когда мы ее с вами наносим, она оставляет поначалу белесоватые разводы. И кстати, кто помнит первую солнцезащитную косметику, она тоже очень часто оставляла белесоватые разводы. Здравствуй, оксида цинка. И сейчас даже есть модный рекламный слоган в солнцезащитной косметике, который не оставляет белесоватых разводов. То есть это не говорит о том, что косметика плохая, в немало оксида цинка, это говорит о том, что там используются комбинированные фильтры, которые усиливают действия друг друга. Так вот, лучше ходить с белесоватыми разводами, по большому счету, чем обгореть. Поэтому вы цинковую мазь в следующий раз наносите за 30 минут до выхода на улицу на все открытые участки тела. Особенно уши, особенно нос, особенно зона скул и наши плечи. Почему 30 минут? Нужно, чтобы наша паста, наша мазь равномерно распределилась и был более-менее ровный слой. Если вы нанесете вот так вот, тяп-ляп, где-то больше, где-то меньше, не удивляйтесь, что вы там, где было больше, не обгорите, а там, где было меньше, можете загореть. А там, где у вас вообще паста не попала или мазь не попала, вы можете обгореть полностью. Поэтому для вас это еще точка контроля, пересмотреть, все ли равномерно. И потихонечку цинковая мазь у вас будет как бы становиться прозрачной, нейтральной. Это, с одной стороны, еще звоночек того, что если вы продолжаете находиться на солнце, нужно цинковую мазь подмазать. Значит, она впитывается. Или же одеждой вы ее вытираете. Так вот, за 30 минут до выхода на улицу на все открытые участки равномерным слоем. То есть, вот для вас показатель вот такой вот хотя бы, да, по интенсивности белесоватый слой. Дальше. Поскольку сама по себе цинковая мазь не прописывается, каким СП-фактором она обладает, несмотря на то, что ксицинка является фильтром, не надо рисковать, не надо к себе относиться так, что если вы помазались цинковой мазью от, что называется, от волос до ног, да, что она вас защитит на целый день. У нее фактически такой же небольшой фильтр, как если бы вы купили мазь с СП-ф, ну там 8-10. Поэтому гарантия от там 20 минут, 30 минут, то может быть часа. Опять-таки, все зависит от вашего цветотипа. Либо вы меньше находитесь на солнце, либо вы постоянно цинковую мазь подмазываете. Другого варианта нет. Но, еще раз скажу, и вот этот белесоватый налет. И то, что мы мажемся этой мазью, это меньшее зло по сравнению с тем уроном, которое может нанести солнце, когда мы с вами обгораем нашей кожи и нашему организму в целом. Так что берите себе на вооружение цинковую мазь. Но, если у вас под рукой нет цинковой массы, вы можете воспользоваться детской присыпкой. Но, опять-таки, той детской присыпкой, где в составе есть оксид цинка. Вот здесь может помочь нам и присыпка. Иногда некомфортно использовать мазь, тем более на вазелиновой основе. Хотя, опять-таки, сам по себе вазелин, пусть незначительно, но защищает нашу кожу от ультрафиолета. Здесь присыпка, опять-таки, если в ней есть окси цинка, играет двойную роль. Во-первых, она убирает излишнюю потливость. А капельки пота не фокусируют на себе солнце, как лопота. Это первый момент. Второй момент, то, что присыпка помогает нам бороться с раздражениями под мышки, под грудью, в интимной зоне. Ну и, конечно, вот этот вот окси цинк, он тоже помогает, пусть не сильно, но защитить нашу кожу от ультрафиолета. В таком случае, вы детскую присыпку, как пудру для лица. Жалко, что нет пуховки, да, у нас обычно под рукой. Но распыляйте по открытым участкам нашего тела. Понятное дело, под мышки, если вы сильно потеете, просто у вас раздражение. Вот здесь присыпка играет не солнцезащитную свою роль, да, а именно как средство от раздражения. Но на открытых участках вы распыляете присыпку и идете под открытое солнце, делаете то, что вам нужно. Присыпка еще меньше защищает нашу кожу от ультрафиолета, чем цинковая мазь. Но, тем не менее, на какие-то десятки минут, да, на какое-то время присыпка все равно окажет свою защиту. Так что берите себе на вооружение и вот этот вариант, аптечный вариант борьбы с ультрафиолетом. Итак, либо цинковая мазь, и есть здесь первенство, без всяких оговорок, либо детская присыпка, но, опять-таки, там, где есть оксид цинка. Так что вот такие для вас советы. Не обгорайте и будьте здоровы!